Всем доброго времени суток! Сегодня я хотел бы рассказать доказательства теоремы Зигеля. Сначала я напомню, что бы это вообще означало и к чему это все. Потому что в прошлый раз мы доказали аналитическую формулу для числа классов в двух случаях, а именно мы доказали следующее. Доказали следующее. Пункт первый. Если k — это минимоквадратичное поле, тогда вычет при s, равном единице, z функции д декинда этого поля — это 2π число классов поделить на число корней из единицы корень квадратный из минус дискриминанта. Это вот одно утверждение. Другое, что если k — это вещественно-квадратичное поле, тогда справедливо аналогичная, но другая формула — вычет при s, равном единице, z к от s — это будет 2 числа классов умножить на еще один важный вариант — логарифм фундаментальной единицы поделить на корень квадратный из дискриминанта. Теперь без всяких минусов. Вот. Мы доказали это, но более-менее не обсудили, какой вообще от этого толк. Давайте я еще напомню еще раз, что для квадратичного поля z функция д декинда — это, с одной стороны, сумма по идеалам норм идеала в степени минус s, а с другой стороны она оказывается равна z функции Риммана умножить на l функцию некоторого характера Дерехле, который я обозначаю хи с индексом d. Вы тут конкретный характер с индексом дежа? Да-да-да, разумеется. Значит, хи d от p, если p нечетно, равно символу или жандра d по p. То, что это продолжается до настоящего характера Дерехле, то есть то, что получающаяся вполне мультипликативная функция является к тому же периодичной, следует из квадратичного закона взаимности. Вот. Но что это означает? Это означает, что вот этот вычет, он на самом деле равен значению соответствующей l функции с точки 1. Да, и мы практически не обсудили, а какой от этого толк. Вот. Ну, в общем, толка от этого много разного, но среди прочего, например, давайте в качестве разогрева докажем, что фундаментальная единица квадратичного поля не очень велика. То есть что мы знаем? Кто такая фундаментальная единица? Давайте в случае вещественно-квадратичного поля пусть k вещественно-квадратичное. q от корня из d, где d — это не бесквадратное число, а дискриминант нашего поля, ну, чтобы удобнее было. Тогда обратимые элементы кольца целых — это просто плюс-минус ε в степени z, где ε — это фундаментальная единица, то есть наименьший обратимый элемент больше единицы. Хорошо. Ну, например, если d равно 5, то чему равно и общему? Код корня из 5. А, 1 плюс корень из 5 пополам. Все равно верно. Золотое сечение. По этой причине некоторые знакомые мне люди, в общем, конкретно кольцо z от 1 плюс корень из 5 пополам иногда называют кольцом да Винчи. Есть числа Гаусса, числа Эйзенштейна — это вот числа да Винчи. Так вот, о чем это я? Доказательство теоремы Дерехляя в единицах позволяет установить действительно это равенство, а сказать что-то про ε, ну, в общем, требуется некоторый другой подход. Вот давайте, например, воспользуемся аналитической формулой для числа классов для того, чтобы получить некоторую верхнюю оценку на ε. И я еще поговорю о том, насколько эта оценка точная. Вот. Смотрите. Я напишу такую вещь. С хи от t — это штука, которая у нас уже появлялась, и нам оценка, которую я сейчас напишу, будет полезна. Это пока что не то чтобы нумерованное утверждение, это я просто иллюстрирую, что можно делать при помощи аналитической формулы для числа классов. В общем, с хи от t — это просто сумма нашего характера по всем числам, не превосходящим t. Тогда модуль с хи от t — мне не нужна будет очень точная оценка, но, в общем, понятное дело, что это не больше, чем корень из d. Не корень из d, извините, не корень из d, а просто d. Корень из d — это, наоборот, слишком аутимистично. Вот. На самом деле это, конечно, можно улучшать. Значит, как доказывать, что это не больше, чем хи? Хи — это вот, да, характер ассоциированный с нашим полем. Тогда сумма его значений вплоть до любого числа не больше, чем d. Доказательство. Возьмем отрезок от 1 до t, от 0 до t, и разделим его на несколько отрезочков длины ровно d и один какой-нибудь отрезочек длины не больше d. Сумма по отрезку ровно d будет всегда равна 0, а сумма по оставшемуся отрезку — ну, не больше, чем d. Вот. В общем, это такая совсем глупая оценка. На самом деле ее можно улучшать, там можно написать корень из d, log d — это сейчас константа, это называется неравенство Поя-Виноградова. Но оно нам, по крайней мере, сегодня совершенно не понадобится, потому что то, что мы будем обсуждать — это своего рода качественный результат. Хотя речь пойдет об оценках. Так вот, о чем это я? В общем, есть такая оценка. Она, в общем и целом, тривиальна. Давайте при помощи этой оценки выведем оценку на l1hd. Ну, l1hd — это что? Это вот что. Это 1 плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности dshd поделить на t. Вот. Это я многократно обсуждал, что, в общем, есть интеграл Лебега стилтьеса, который позволяет вот так считать. Дальше проинтегрируем по частям. У вас возникнут граничные слагаемые. 1 на бесконечности — давайте я это напишу. 1 плюс sхi от t поделить на t от единицы до плюс бесконечности. И дальше что? Минус что? Ну, тут будет производная от 1t, то есть минус 1 поделить на t квадрат. То есть получится плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности sхi от t поделить на t квадрат dt. Ну, теперь вот эти граничные члены, там в единице будет ровно единица, потому что значение характера в единице — это всегда единица. А в плюс бесконечности что будет? 0, конечно, потому что функция ограничена, а это растет. Вот. Хорошо. Значит, это сократится с нашей единичкой, останется один только интеграл. Хорошо. То есть что у нас получилось? Получилось, что это просто равно интегралу. Давайте теперь добавим короткое замечание к вот этой оценке. Есть еще одна тривиальная оценка. Какая? Что модуль sхi от t, конечно, не больше, чем t. Но это уж совсем тривиально, потому что это сумма плюс-минус единичек и нулей. Хорошо. Раз так, значит, вся эта история не больше, чем вот что. Интеграл от единицы до плюс бесконечности минимума из t и d поделить на t квадрат dt. Ну, эта штука, она вот в числителе, которая равна t вплоть до d и d дальше, правильно? Ну, хорошо. Значит, это что такое будет? Это будет интеграл от единицы до d dt поделить на t плюс интеграл от d до плюс бесконечности dt поделить на t квадрат да еще умножить на d. Так, это чему равно? Это логарифм d. А это? Это 1 d умножить. Это вообще просто единичка, потому что еще надо умножать. А, хорошо. Вот, в общем, получается вот что. Получается логарифм d плюс 1. Такая вот оценка. Хорошо, давайте теперь ее подставим сюда. Что у нас получится? У нас получится, давайте, следствие. следствие такое. l1хd не больше, чем логарифм d плюс 1. А значит, логарифм epsilon, он не больше, чем что? Он не больше, чем корень из d, логарифм d плюс 1, поделить на удвоенное число классов. Так. В частности, видно, что как будто бы чем больше число классов, тем меньше единицы, наоборот. Но это не совсем, конечно, верно, потому что у нас роста оценка есть. Но, тем не менее. В частности, что получается? В частности, epsilon не больше, чем что? Ну, давайте совсем грубо напишем, не больше, чем d в степени корень из d. Это с виду может показаться оценкой абсолютно отвратительной. Ну, то есть, что здесь написано? Здесь написана штука, у которой логарифм растет полиномиально по d. Но если вы попробуете для каких-нибудь конкретных значений d посчитать, чему там равны ваши фундаментальные единицы, то иногда действительно получаются совершенно огромные значения. Например, там можете посмотреть, что получится, если посчитать фундаментальную единицу для q. Я не помню, у меня был какой-то пример прям совсем чудовищный. Наверное, если взять q от корня из 2017, там получится число порядка нескольких триллионов. Может быть, даже больше. Хорошо. Вот. В частности, аналитические методы позволяют запросто получать какие-то верхние оценки на фундаментальные единицы. Предполагается, что эта оценка более-менее точная. Ну, единственное, что здесь нужно написать не просто логарифм, а двойной логарифм. Тогда будет совсем правильно. Да, что касается того, что мы на самом деле знаем... Ну, мало чего мы знаем. Знаем, что логарифм ε может расти как степень логарифма d некоторая. Хорошо. А теперь к, собственно, основной теме сегодняшней лекции. Я хотел обсудить теорему Зигеля. Теорема Зигеля — это вот что. Это самая сильная оценка, известная на данный момент, для l1х снизу. И, вообще говоря, она является одним из основных источников неэффективных результатов в теории чисел. Вообще во всей теории чисел. Давайте я обозначу как цель следствие из теоремы Зигеля, которая состоит вот в чем. При d, стремящемся к плюс бесконечности, d безквадратно, давайте так сделаем, число классов поля q от корня из минус d стремится к бесконечности. В частности, это частично отвечает на вопрос о десятом дискриминанте. То есть мы поняли, например, в смысле, если мы докажем это, то мы поймем, что число классов q от корня из d бывает равно единице только для конечного числа d. К сожалению, из результатов сегодняшней лекции будет совершенно непонятно, как оценивать это количество. Ну, то есть количество возможных исключений. Хорошо. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится смотреть на l-функцию нашего характера как на функцию комплексного переменного. Вот. Поэтому давайте я сформулирую первую теорему, в которую я засуну много-много дополнительных утверждений, которые мне будут нужны по ходу сегодняшней лекции. В общем, я решил рассказать такое, в общем, в себе доказательство теоремы Зигеля, которое не опирается ни на функциональное уравнение, ни на что практически. Давайте, теорема 1. Пусть хи — это квадратичный характер по модулю q. Давайте я немножко расшифрую. Это означает, что у вас есть хи, которая из натуральных чисел бьет во множество минус 1, 0,1. И у вас есть вполне мультипликативность. И хи от n плюс q равно хи от n, хи от c равно 0. Если c и q взаимно просто, и что еще? Что еще? И еще… Не-не-не-не, не взаимно просто, простите. Это я уже неправильно пишу. Равно 0, если c и q не взаимно просто. И что еще? И еще хи… Значит, существует а такое, что хи от а равно минус 1. То есть эта функция, она не везде единица или 0. Хи, которая везде единица или 0, называется главным характером. А вот это последнее требование делает наш характер неглавным. Вот это вот требование, это означает, что характер квадратичный. Или еще говорят, что характер вещественный. Хорошо. Вот, в общем, возьмем вещественный характер. Тогда… Значит, пункт первый. ls-хи – голоморфная функция при вещественной части s… Давайте я буду, кстати говоря, вещественную часть s часто обозначать сигма. При вещественной части s больше нуля. Что? Опять преобразование абеля, совершенно верно. Пункт второй. l1хи больше нуля и меньше… меньше-меньше логарифм q. Значит, я буду писать f меньше-меньше g, имею в виду, что f – это o большое от g. То есть у вас есть оценка сверху для f в терминах g с константой. Хорошо. Вот такое… Ну, вообще, на самом деле, можно написать здесь просто логарифм q плюс 1, как я только что объяснил. Что еще? Еще одно замечание, что модуль ls-хи не больше, чем модуль s q поделить на сигма. То есть, там логарифм q умножить на логарифм q плюс 1? Не-не-не, в смысле, это в скобках уточнение. Вот. Это уточнение в скобках, что на самом деле можно написать просто логарифм q плюс 1. Это не то, чтобы уж очень много пользы нам принесет, потому что мы сегодня будем говорить про большие q. Но, тем не менее. Так. Третье – это что модуль ls-хи не больше, чем модуль s на q поделить на сигма. То есть, ну, функция растет, в общем, не более чем линейным образом по s. И давайте еще одно замечание. Это такое уже, может быть, немножко более нишевое для данного контекста. Значит, если сигма меньше равно единице и больше равно чем 1 поделить на… 1 минус 1 поделить на логарифм q, то тогда модуль l' от сигма хи не больше, чем… А я вот тут уже не поленился выписать полную константу. 1000 логарифм квадратов q. Вот 1000 точно хватит. Это очень грубая оценка, конечно же. Значит, сигма между единичкой и 1 минус 1 поделить на логарифм q. Да, в общем, если вы не очень далеко отступаете от единицы, то вы не очень-то сильно портите вот эту оценку. А, ну тут еще производная правда. Вот, это будет полезно. Мне нужны будут еще какие-то замечания, но давайте другие замечания чуть позже. Это теорема. Давайте ее доказывать. Доказывается она практически моментально. Как было справедливо замечено, это действительно просто преобразование абеля, сколько-то раз примененное. лсхи – это 1 плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности. Дсхи от t, s – это наша сумма, поделить на t в степени s. Дальше. 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 Снова интегрируем по частям. Снова убивается вот это слагаемое за счет граничных членов. И у вас получается s интегралов от единицы до плюс бесконечности. Схи от t поделить на t в степени s плюс 1 dt. Вот это равенство работает только если вещественная часть s больше единицы. Но, с другой стороны, понятно, что лсхи задается абсолютно сходящимся рядом при вещественной части s больше единицы. Поэтому она дает вам головоморфную функцию. Вот. А вот этот интеграл, он уже сходится абсолютно и равномерно. Значит, вот это вот сходится абсолютно и равномерно при σ больше чем ε. Если вы зафиксировали какой-нибудь e, то эта штука будет сходиться абсолютно и равномерно, потому что вот эта функция ограничена. И тут будет оценка t в степени 1 плюс e, и это, в общем, сходящийся интеграл. Дальше что? Что теперь легко доказать? Ну, первое мы уже, по сути, доказали, так что тут нечего обсуждать. Давайте. Значит, первое и даже второе мы уже доказали. Второе — это вот рассуждение, что нужно здесь написать аккуратно. что минимум из t и q. Третье. Третье тоже очень запросто, потому что модуль ls-hi получается не больше, чем модуль s на q... А, в общем, на интеграл от единицы до плюс бесконечности, q поделить на t в степени σ плюс 1 dt. Но этот интеграл берущийся, он равен ровно 1 поделить на σ. Получается q модуль s поделить на σ. Вот, собственно, эта оценка и получилась. Хорошо. Ну и чуть более занудно нужно обойтись с последним. Для последнего нужно понять, что, собственно, будет, если вы продифференцируете ряд деревья. Ну, в общем, такое замечание, что если вы взяли n в степени минус s и продифференцировали, у вас получится минус логарифм n на n в степени минус s. И поэтому что? Ну, давайте... Так, куда бы мне это записать? Ну, наверное, можно стереть кусочек теоремы и даже название того, что мы сегодня накладываем, и получить вот что. Получить, что l' σ-hi это просто минус сумма по всем... Как бы не принципиально, естественно. Нет, не принципиально, справедливо, да. Значит, если здесь написать даже s-hi и просто σ вот в этих пределах, то у вас получится... Ну, нет, слушайте, так мучиться придется. Давайте все-таки так. Может, еще s вылезет же. Не хочу s. Сумма, значит, по n, х от n, логарифм n, поделить на n в степени σ. Ну, теперь нужно все это снова запихнуть в интегрирование по частям. И у вас получится что? Что это минус интеграл от единицы до плюс бесконечности. логарифм t поделить на t в степени σ, d s-hi от t. Дальше нужно снова, в общем, проинтегрировать по частям. У вас теперь граничный член будет просто нулевой из-за того, что логарифм единички — это ноль. И у вас получится вот что. Получится минус... Нет, не минус. Плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности, s-hi от t, d, логарифм t поделить на t в степени σ. Вот. Когда вы это все подставите, в общем, здесь можно оценивать как-нибудь грубо. В общем, можно продифференцировать эту штуку и понять, что модуль всей этой истории — он не больше, чем вот что. Чем снова интеграл от единицы до плюс бесконечности, минимум из t и q, и дальше производная вот этой истории. Здесь получится... Ну, только там будет еще со знаками, поэтому давайте я проигнорирую знаки, просто напишу все с плюсом. Будет 1 поделить на t в степени σ плюс 1 плюс σ логарифм t поделить на t в степени σ плюс 1 dt. Вот. На самом деле, конечно, нужно было написать здесь минус и дальше смотреть, кто там где, когда положительный. Ну, в общем, я этой ерундой заниматься не хочу, потому что, в общем, дальше у нас все равно получится довольно плохая оценка. Так вот. Ну, давайте я напишу, что здесь получается. Когда у вас t не больше, чем q, то у вас получается вот что. Когда t не больше, чем q, получается, в общем, что это не больше, чем интеграл от единицы до q. Давайте σ не больше единицы, это мы уже поняли. Логарифм t, он не больше, чем логарифм q. Поэтому здесь можно написать просто логарифм q плюс 1 поделить на t в степени σ dt. Правильно? Вот. Совершенно все сокращается, в общем. Что здесь получается? Это равно логарифм q плюс 1 умножить на q в степени… q в степени что? Сейчас. Куда мы еще не делим? Здесь минимум из t и q – это t. Сейчас. Минимум из t и q – это t. Да. Вот. Значит, у вас что получается? Получается q в степени 1 минус σ минус 1 поделить на 1 минус σ. t в степени 1 минус σ. Правильно? Да. Вот. А можно даже и не так, извините. Это зазря. Значит, это все… Значит, да, действительно. Ну, давайте я напишу все равно чего я на 1 минус σ. Просто дело в том, что t в степени минус σ – это t в минус 1 на t в степени 1 минус σ. Да? Ну, t в минус 1 – это и есть t в минус 1. В общем, это не больше, чем q в степени 1 минус σ поделить на t. А теперь давайте посмотрим на наше ограничение для σ. Сигма – вот она. Значит, 1 минус σ не больше, чем 1 поделить на логарифм q. Значит, вот эта штука не больше, чем e поделить на t. Вот. В итоге из всей этой истории у вас получится e логарифм q умножить на логарифм q плюс 1. Вот он, в общем, логарифм квадрата получился. Да. Дальше там будут остаточные кусочки, которые я уже не хочу так явно, подробно считать. Остаточные кусочки будут такие. Значит, там будет q, интеграл от единицы до плюс бесконечности, 1 плюс логарифм t… А, от q, от q. Поделить на t в степени σ плюс 1 dt. Ну, в общем, этот интеграл, он совершенно явно считается, и там тоже вылезает q в степени 1 минус σ. Вот отсюда вылезет ровно q в степени 1 минус σ. Сейчас. Нет, q в степени минус σ просто. Значит, вот этот кусочек – это будет просто q в степени минус σ. И вместе с этим оно соберется в q в степени 1 минус σ. Это, в общем, не больше, чем e. Правильно? Сейчас. Только еще нужно поделить на что-то. Сейчас. А, а на 1 на σ еще должно быть? 1 на σ, да. Вот. Правильно. Но σ у вас, в общем, велика. q у вас, по крайней мере, тройка, на самом деле. Вот. Ну, и поэтому, в общем, там оценка получается типа 12e. Дальше есть еще кусочек с логарифмом. Кусочек с логарифмом тоже прекрасно считается. И от него остается вместе с умножением на q. Такая штука. q в степени 1 минус σ. Дальше вот нужно переписать, чтобы я не набрал. 1 минус σ лог q плюс 1 поделить на 1 минус σ в квадрате. Ну, и, в общем, оценивая это все совсем грубо, получается, что это там не больше, чем 700. Ну, дальше, если все вместе собрать, получится там не больше, чем 1000 логарифм квадрата. В общем, это грубая оценка, но нам это и подойдет. Хорошо? В общем, установили, что производная не очень велика. Установили, что функция голоморфна. Пока что это все не выстрелит. Пока что мы должны что-то еще дополнительно понять. Для того, чтобы что-то дополнительно понять, мы должны заняться более тонким вопросом о том, как ведут себя голоморфные функции. Давайте это будет выглядеть как некоторое отступление, но это на самом деле самый важный инструмент здесь. В общем, голоморфные функции, они обладают рядом абсолютно удивительных свойств. Помимо того, что они раскладываются в ряд, про них еще много всего можно понять. Например, оказывается, что если функция не может принимать значений с очень большой вещественной частью, то она, в принципе, не может принимать очень много больших значений. Теорема Боррелли-Картеодори. В общем, возвержение состоит в том, что если у вас есть функция голоморфная, и у нее не очень большая вещественная часть, то тогда можно всю функцию оценить хорошо. Давайте я конкретно сформулирую. Мы будем применять эту теорему к очень интересным функциям, поэтому у нас получится много всего содержательного. Пусть F от Z голоморфно в диске во множестве модуль Z не больше, чем R большое. И пусть M — это максимум, можно писать максимум, да, максимум вещественной части F от Z по модуль Z непревосходящим R. Что тогда? А, и пусть еще R маленькая будет больше нуля и меньше, чем R большое. В общем, тогда пункт первый. Для любого N больше равного 1, собственно, это на самом деле не важно, а нет, как раз важно, так иначе не сработает. N-ая производная F в нуле по модулю, значит, поделить на N векториал, не больше, чем 2 поделить на R в N на M минус F от нуля. Это раз. И два, что максимум просто модуль F от Z, уже без всякой вещественной части. Модуль Z не больше, чем R маленькая. Сейчас, модуль Z, надо поправку написать. Модуль Z минус F от нуля. Вот так. Не больше, чем 2R маленькая поделить на R большое минус R маленькая на ту же самую константу. M минус F от нуля. А, вещественной части, простите. Вещественной части F от нуля. Да, забыл, что бывают голоморфные функции, которые в нуле принимают невещественные значения. Хорошо. Вот, в общем, такое утверждение. В чем его смысл? Смысл его, казалось бы, удивительным. Смысл в том, что если у вас есть функция, у которой, например, там, вещественная часть не больше единички, и значение в нуле там ноль, то тогда вся функция по модулю мелкая. То есть она не может принимать большие отрицательные значения, если она не принимает больших положительных значений, например. Вот. В смысле, с большой положительной вещественной части. Вот. Чтобы это доказать, нужно воспользоваться формулой Каши креативным образом. Не очень креативным после того, как это узнаешь первый раз, но тем не менее. Давайте пользоваться формулой Каши креативным образом. Так. Доказательства. Пусть f от z раскладывается в ряд. Ну, понятно, она там голоморфная, хоть ряд она должна раскладываться. cn z венной. Положим f от z равно m минус f от z. Это будет что такое? Это будет сумма по n больше… Давайте первое слагаемое какое? Первое слагаемое. m минус f от нуля. Кто бы мог подумать. Плюс… Вернее, не плюс, а минус. Сумма по n больше равном единице. cn z венной. Ну, собственно, эти коэффициенты cn – это то, что мы собираемся оценить. Что тогда? cn можно написать в виде интеграла Каши. Каким образом? Это минус 1 поделить на 2π. Интеграл по модуль z равным r большое. f большое от z поделить на z в степени n плюс 1 dz. Вот. Что теперь? Ну, теперь нужно перейти из области комплексного анализа к области вещественного анализа. Потому что у нас здесь какие-то вещественные части. Нужно с ними что-то сделать. Ну, напишем, что z – это r большое, e в степени и φ. Тогда φ у вас будет бегать от 0 до 2π. И вот это i уйдет еще к тому же. Что тоже приятно. В общем, получится минус 1 поделить на 2π. Интеграл от 0 до 2π. f большое от r, e в степени и φ. А дальше что еще будет? Вот отсюда выпадет r, e в степени и φ. А отсюда r в n плюс 1, e в степени n плюс 1 и φ. Только еще все это в минус 1. Значит, это будет r в минус 1, e в степени минус и n φ. Это не плюс 1? Нет. Нет. Совершенно нет. К счастью, нет. Иначе было бы ужасно. В общем, получается вот такая формула. Дальше ключевое замечание. Ключевое замечание такое. Интеграл от 0 до 2π. Того же самого. f, r, e в степени и φ. Ну, давайте без r в n напишем. e в степени и n φ d φ равно чему? f, e в степени и n φ. Это же n коэффициент в хурье, но мы знаем, что он в хурье, потому что… Чему он равен-то? d в степени. Потому что n-й коэффициент, как бы, он вытаскивается при помощи e в степени минус и n φ, а минус n-го коэффициента у нас нет. Поэтому получается вот такое. Что из этого следует? Из этого следует, что вот этот интеграл можно сопрячь весь целиком. Получится, что интеграл от 0 до 2π, f от r, e в степени и φ, все это сопряженное, e в степени минус и n φ, d φ, это все еще 0. Вот. Такое замечание. Хорошо. Возьмем этот интеграл, умножим его на минус 1 на 2π r в минус n и прибавим к вот этому равенству. Слева ничего не изменится, справа получится следующее. cn это минус 1 поделить на 2π, интеграл от 0 до 2π. Что это будет? Вещественная, удвоенная вещественная часть f от r, e в степени и φ. Дальше будет r в степени минус n, e в степени минус и n φ, d φ. Вот такая штука. Так, что теперь? Ну, замечание еще одно. Замечание 2. Вещественная часть f от z больше равна 0. Да. Действительно, мы написали m минус f маленькая от z. Вещественная часть этой штуки это m минус вещественная часть f от z. По нашему предположению, m это максимум. Значит, вещественная часть больше равна 0. Ну, что теперь? Теперь нужно все это взять по модулю. Если это все взять по модулю, то, значит, минус уйдет, вещественная часть останется на месте, r в степени минус n останется на месте, от этой штуки останется единичка. То есть вообще все возьмем по модулю, у нас получится по неравенству треугольника следующее. Например, модуль ценного не больше, чем r в степени минус n поделить на π, интеграл от 0 до 2π, вещественная часть f от r в степени eφ, dφ. Так ведь? Ну, интеграл от вещественной части это вещественная часть от интеграла. Ну, а интеграл это что такое? Интеграл это вот эта же штука, только при n равном 0. Это значит, что интеграл это ровно m минус f от 0, умноженный на 2π, правда. Вот, поэтому получается как раз нужная оценка 2 поделить на r большое в n, m минус вещественная часть f от 0. Вот, в общем, все моментально получилось. Вместе с вот этим тонким замечанием о том, что можно некоторый интеграл занулить, в общем, возверждение более-менее тавтологическое. Хорошо. Теперь вот этот максимум оценить легко. Дело в том, что f от z минус f от 0 это вот что. f от z минус f от 0 это сумма по n больше равным единице, cn zv. Так? Это сумма всех коэффициентов начиная с первого. Модуль этой штуки, это модуль суммы, он не больше, чем вот что, чем сумма модулей. Сумма по n больше равным единице, r маленькая в n поделить на r большое в n умножить вот на тот коэффициент. 2 на m минус вещественная часть f от 0. Ну уж, с вашего позволения, вычисление геометрической прогрессии я оставлю на вашей сервисе. Она действительно равна 2r маленькая поделить на r большое минус r маленькая. Вот. Хорошо. В общем, получается такая занимательная вещь. Как мы будем этой вещью пользоваться? Ну, мы будем пользоваться этой вещью крайне хитроумным образом. В общем, дело в том, что мы не будем применять ее к приличным функциям. А мы будем брать логарифмы от всяких непонятных функций и получать разные нетривиальные соотношения. Что я имею в виду? Давайте я оставлю формулировку, чтобы нам не запутаться. И выведу некоторое соотношение. Я буду иногда говорить какие-то вещи типа для достаточно больших q. Но обычно это будет означать, что q больше равных 1000, мне скорее всего хватит. А до 1000 можете посчитать хоть ручками вроде развлечений, хоть на компьютере, хоть как угодно вообще еще. Потому что это все внутри пределов человеческих способностей. Даже человеческих, не то что компьютерных. Хорошо. Лемма 1, которая получается просто следствием из Борреля-Крата-Дори. Пусть сигма 0 это 1 плюс 1 поделить на 20 логарифмов q. Я нигде не оптимизировал никакие константы, я честно сознаюсь. Потому что, в общем, если мы успеем добежать, собственно, до доказательства теоремы Зигеля, станет понятно, что все это абсолютно безнадежно. В том смысле, что если мы будем оптимизировать константы, это ничего не даст. Так вот, пусть сигма 0 вот такое. Тогда выполнено следующее. Минус L'L от сигма 0 хи, где хи это опять вещественный характер по модулю q. Не больше, чем 5 логарифмов q. Давайте я объявлю, что q больше равно какого-то q0. По-моему, 1000 хватает. Минус сумма по всем ρ минус 1 не больше, чем 1 четверть по модулю. Вещественные части 1 поделить на сигма 0 минус ρ. Где ρ это вот что? ρ это нули нашей L-функции. Вот такое соотношение. Что здесь написано? Вообще говоря, это такой стандартный подход в комплексном анализе. Если вы хотите что-то понять про нули какой-то функции, то можно рассмотреть ее логарифмическую производную. И особенности этой логарифмической производной будут соответствовать вашим нулям и полюсам. В общем, получается вот такое. Вот эту сумму нужно понимать как сумму с кратностью. Если у вас где-то произошел кратный ноль, не дай бог, то тогда нужно с такой же кратностью вписать соответствующее слагаемое. Мы все верим, что на самом деле у L-функции никаких кратных нулей нет, но доказывать это никто не умеет. Хорошо. Как такое доказывать? Ну, смотрите. Положим вот что. f от s это будет наша L-функция, L, S, H, поделить на произведение по всем этим самым ρ в круге радиуса одна четверть вокруг единички. s минус ρ. Вот с этим непонятным чудиком мы и будем работать. А он целый. Ну да, в том смысле, что у него... Он не целый. Да, но он целый заведомо, у него к тому же еще нет нулей внутри соответствующего круга. Так вот о чем это я. У f нет нулей в круге модуль s минус 1 меньше равно одной четверти. Что с этим наблюдением делать? Рассмотрим... Максимум. Да, совершенно верно. Тем не менее, значит, f от s это все еще, в общем, голоморфная функция. Она, в частности, голоморфна в таком круге. Модуль s минус 1 меньше равно две трети. Ну вот так, например, можно сделать. Хорошо. Что я могу сказать про эту функцию в этом круге? Ну, давайте попробуем что-то сказать. Я вот что скажу. Я поделю f от s на f от s0. Кто такой f от s на f от s0? f от s на f от s0 это l от s х поделить на l от s0 х умножить на произведение по всем ρ. Вот чего. s минус... Сейчас. s0 минус, извините. s0 минус ρ поделить на s минус ρ. Вот. Что можно сказать про это произведение? Ну, если модуль s минус 1 равен две трети, то произведение меньше равно единице. А s0 это какое? Ой, извините. s0 это не s0. s0 это σ0. s0 это σ0. Вот. Это я просто многократно оговорился. Почему так? Ну, потому что просто ρ, оно находится на расстоянии одна четверть от единички. Не больше, чем одна четверть. s0, она совсем близко к единичке. Вот. А s, оно довольно далеко от единички. Поэтому, поэтому просто по неравенству треугольников вот эта штука, она будет все время просто меньше этой штуки. Правильно? Вот. Ну, там две трети здесь взято для того, чтобы все сошлось. Я пробовал взять одну вторую. С одной второй оно почти сходится, но вот недостаточно. Вот. Хорошо. Значит, что это означает? Это означает, что на границе этого круга, то есть на окружности, вот эта штука, она не больше, чем вот эта штука. В частности, по принципу максимума, давайте это сюда запишем, по принципу максимума максимум по s-1, не превосходящем две трети, f от s поделить на f от сигма 0, не больше, чем максимум тот же самый, только с l. l от s х и l от сигма х. Вот. Это первый шаг. Первый шаг состоит в том, что отношение f от s к f от сигма не очень велико. Давайте поймем, насколько оно не очень велико. Так. Давайте я, наверное, все-таки сотру тиориум Воррель и Кратадоре. Мы запомнили, что у нас коэффициенты не очень большие, что сама функция не очень большая. Что дальше? Ну, дальше, давайте, это будет тоже вспомогательное утверждение, так что, наверное, нужно отдельную лему внутри лемы доказать. Лема 2, но она такая, достаточно глупая. Лема 2 состоит в том, что при сигма... Значит, здесь сигма 0 как-таки. При сигму больше единицы модуль l сигма х не больше, чем z от сигма и не меньше, чем z от сигма в минус первой степени. Доказать это очень легко. Это очевидно, потому что сумма х от n поделить на n в степени сигма по модулю не больше, чем, значит, сумма 1 поделить на n в степени сигма. Это первое. А 1 от z это просто через функцию мебиуса? Ну, можно, конечно, через функцию мебиуса, а толку? Здесь нужно не так сказать. Смотрите, l от сигма х с другой стороны. Это произведение по простым 1 минус хи от p поделить на p в степени сигма в минус первой степени. Ну, что я должен сказать? Я должен сказать, что 1 минус z в минус первой — это не меньше уж, чем 1 минус модуль z. Правда? Да. Или я ерунду сказал. Сейчас. Когда, ну, что такое? Это же, по-систетски, что такое? Когда z очень большой, то оценка тривиально часто? Когда z совсем большой, это тривиально, конечно. Имеется в виду, что z меньше единицы. Ну, что здесь написано? z вообще здесь, вообще говоря, вещественное, да? Если z положительно, значит, здесь написано... Не, ну, не важно, что здесь написано. Здесь написано, что если z положительно, то 1 минус z в минус первой больше равно, чем 1 минус z. Это если z положительно. Это понятно. Одно больше единицы, другое меньше единицы. Если z отрицательно, то написано, что 1 минус z в минус первой больше равно, чем 1 плюс z. Да? Но если вы умножите обе части на 1 минус z, у вас получится 1 больше равно 1 минус z квадрат. Это тоже очевидно верно, правда? Вот. В общем, получается вот такое. Ну, значит, это больше равно, чем произведение по всем простым 1 минус 1 на p в степени сигма. Но это и есть z функция только в минус первой степени. z от сигма в минус первой степени. Ну, и давайте будем занудами и скажем, что z от сигма это уж там не больше, чем 1 на сигма минус 1 плюс 1. Вот так. Ну, значит, l, она оценивается снизу. Но раз l оценивается снизу, то 1 на l оценивается сверху. Вот. А с другой стороны, для самой l мы знаем оценку сверху из наших формул. Правильно? Значит, вся эта история по лиме 2 получается не больше, чем 1 поделить на 1 на сигма 0. Нет, не 1 поделить на вот так просто. 1 на сигма 0 минус 1 плюс 1. Это из 1 поделить на l. И из самой l у вас получится не больше, чем модуль s на q поделить на сигма. Теперь не сигма 0, а сигма. Это вещественная часть s. Ну и все. Ну, в общем, получается, что это там не больше, чем q на q, грубо говоря. Правильно? Вот. Давайте я напишу, что это там не больше, уж точно не больше, чем 50 q на q. Модуль s минус 1 не больше, чем 2 трети. А, ну да, то есть это конечная числа, а сигма у нас? Сигма не меньше, чем 1 треть, понятное дело. Не меньше, чем 1 треть, а? Это вот отсюда. А, сигма. Сигма 0, это же 1 плюс вот такое, из нее вылезает 20 логарифмов. Дальше вот эта штука, это, грубо говоря, там q, ну уж там, не знаю, 50, это может быть оптимистично. Да, 50, это, пожалуй, слишком оптимистично. Давайте напишем 100. Это неважно. А сигма это у нас? Сигма это у нас? Сигма это вещественная часть s. А, ну, s, а, ну, сигма вот здесь, в том числе, вот, да, s не больше, чем 5 трети по модулю. Да. 5 третьих, а сигма не меньше, чем 1 треть. Ну да. Получается как раз... А, да, ну, это все еще слишком оптимистично, давайте я напишу 110. Хе-хе-хе. 110 кулаку. Ну и неважно, все равно все константы у нас там игнорируются налево и направо. Хорошо, в общем, что мы выяснили? Мы выяснили, что f от s не очень велико. Правда? Значит, f от s поделить на f от сигма 0 не очень велико. Какой из этого будет вывод? Причем здесь вообще теорема Борелли-Каратеадоре? Что я такое несу? Ладно, давайте смотреть. Введем теперь функцию. g от s это будет логарифм f от s минус логарифм f от сигма 0. Эта функция имеет смысл при, значит, определена при модуль s минус 1 не больше чем 1 четверть. Правильно? Потому что мы все нули, которые не превосходили 1 четверть и убили. Теперь у нас функция без нулей, и у нее можно взять логарифм. Получится голоморфная функция. Вот. Поскольку там, поскольку круг односвязен, этого уж точно достаточно. Хорошо. Что тогда? Что мы знаем? Давайте посмотрим. Вещественная часть g от s по нашему соотношению здесь, она не очень велика, правда? Вещественная часть g от s, она не больше чем логарифм вот от этого товарища. Потому что вещественная часть это, в общем, логарифм модуля. Вот. Получается, что это не больше чем логарифм 110 q log q. Хорошо. Что это означает? Потому что что такое вещественная часть g от s? Как? Это вещественная часть логарифма какого-то числа. Это логарифм модуля. Да. Вот. В этом и фокус как раз теоремы Ворелли-Кратеодори. Мы только что просто какими-то грубыми верхними оценками доказали оценку на вещественную часть некоторой гомоморфной функции. Сейчас из этого, в общем, каскадом что-то такое получится. Что тогда? Тогда мы хотим что-то понять про значение производной нашей функции в точке s0. Ну, как это сделать? Ну, у вас есть окружность радиуса 1 четверть. Так, это я большой упор направо сделал. В общем, окружность радиуса 1 четверть, и вы в ней знаете, что вещественная часть мала. А есть окружность радиуса вот этого 1 поделить на 20 логарифмов q? Где, в общем, хотите посчитать? Ну, что нужно сделать? Нужно, наоборот, взять вот эту точку и сделать ее центром окружности. Сигма 0. Сигма 0. А, не, 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 с 0, сигма 0. Возьмем точку сигма 0, сделаем ее центром окружности. Мы знаем, что если мы напишем окружность радиуса 1 четверть минус 1 на 20 логарифмов q, то у нас там все хорошо будет, правильно? В общем, если здесь сделать окружность, которая будет вписана в эту окружность, то в ней все хорошо, в ней есть верхняя оценка на вещественную часть. Это что означает? Это означает, что у нас есть оценка на производную. g' на g от сигма 0, она не больше… Вообще, это g' от g. Мы же хотим о графическом производстве. g'… Не, не, g' на g – это плохо, да, действительно, просто g'. g' от сигма 0 по модулю будет не превосходить… Ну, чего? Там должно быть 2 поделить на радиус, правильно? Ну, радиус у нас здесь… Ой, 5 – это, наверное, я опять хотонул, да? Радиус, он у нас чуть поменьше, чем 1 четверть. Да, наверное, здесь нужно написать 10 алгоритмов. Давайте написать награду, значит, чего мы это скажем? Мы все равно не считаем. Не-не-не, тут надо аккуратно, иначе ничего не пройдет вообще. Вот, в общем, что теперь? Да-да-да, в общем, давайте напишем 10 алгоритмов. В общем, это будет не больше, чем 2 поделить на радиус умножить на вот эту штуку. 2 поделить на радиус на логарифм 110q, логарифм q. Ну, радиус будет чуть-чуть побольше четверки, да? Чуть-чуть поменьше, вернее, одной четверти. Здесь получится там, грубо говоря, восьмерка. В общем, для больших q это будет не больше, чем 10 алгоритмов q. Правильно? Вот, да, про то, что я за одну лекцию докажу прям целую теорему Зигеля, это я, видимо, был чрезмерно оптимистичен, поэтому в следующий раз мы явно продолжим. Но нужно за сегодня все-таки дойти хоть к какому-нибудь выводу разумному. Давайте этим займемся. Хорошо, значит, у меня есть вот эта оценка на производную. Кто такая производная g от s? Ну, вот это убьется, потому что это константа, останется логарифмическая производная f. Ну, логарифмическая производная f это что такое? f отличается от l вот таким множителем. Поэтому f' на f от сигма 0 это будет l' на l от сигма 0 х минус логарифмические производные s минус ρ. Кто такая логарифмическая производная s минус ρ? Ну, это 1 поделить на s минус ρ. Минус сумма по ρ, я уже не пишу по каким, 1 поделить на s минус ρ. Вот. В общем, получается, что вот такая производная, она что? Она не больше, чем 10 логарифмов q. Очень хорошо. Какой вывод? Какой-то вывод нужно сделать. Ну, правильно, какой вывод? Минус l' на l от сигма 0 х, значит, будет не больше, чем 10 логарифмов q. То есть я возьму вот эту штуку, возьму ее по модулю. Даже не так. Вот эта штука, она не больше, чем... Вот это... Сейчас, почему минус? Где минус? Минус l' на l. Я так хочу, потому что... Значит, что я сделал? Я доказал, что модуль... Давайте я так напишу. Хорошо. Модуль l' на l минус сумма 1 на s минус ρ не больше, чем 10 логарифмов q. От этого можно взять минус вещественную часть. Если у чего-то модуль не больше, чем 10 логарифмов q, значит, минус вещественная часть тоже не больше, чем 10 логарифмов q, правильно? Вот. Значит, минус l' на l, поскольку l вещественная, сигма 0 х, плюс вещественная часть суммы 1 на s минус ρ не больше, чем 10 логарифмов q. Вот. Ну и вот, собственно, получилось требуемое. А, не s минус ρ, а сигма 0 минус ρ. Здесь тоже сигма 0 должно быть. Вот. Да, и там тоже. Хорошо. В общем, пока что получилось какое-то вот такое странное неравенство. Давайте теперь из этого неравенства извлечем следствие. Это будет лемма 3. Так, у меня есть время доказать лему 3 и затем свести все к вещественным нулям. лсхи имеет не более 1 нуля ρ с условием модуль ρ минус 1 не больше, чем 1 на… Что я должен написать, интересно? 1 на 200 логарифмов q, например. Не более одного такого нуля. Причем, если он есть, то он обязан быть вещественным. Если 0 есть, то он вещественный. Если 0 есть, то он вещественный. Такие нули, если они существуют, называются нулями Зигеля. Вообще говоря, нули Зигеля — это такая расхожая терминология. Каждый раз, когда доказывают что-то при условии несуществования нулей Зигеля, уточняют, что именно имеется в виду. Мне вот хватит просто с конкретной константой. А иногда нужно, чтобы там была последовательность q, последовательность вещественных характеров, так что отношение вообще стремится к нулю. Ну, в общем, вы меня поняли. Нули Зигеля — это одна из вот таких страшных вещей, про которые мы верим, что их не бывает, а доказывать не умеем. Как драконы. Так про драконов понятней. Хорошо. Что теперь? Как такое доказывать? Ну... Пункт первый. Если ρ такой ноль, то ρ сопряженное тоже. Правильно? Да. Поэтому если у вас есть один невещественный ноль, то есть целых два. Сразу. Вот. Это из-за того, что характер вещественный. Если бы был невещественный, такое бы не прокатило. Но тем не менее. Хорошо. Пусть ρ1, ρ2 — два нуля. С условием звездочка. Звездочка — это вот это неравенство. С условием звездочка. Что тогда? Ну, давайте заметим следующее. Вещественная часть. 1 поделить на сигма ноль минус ρ — это что такое? Это сигма ноль минус бета поделить на сигма ноль минус бета в квадрате плюс гамма в квадрате, где ρ — это бета плюс и гамма. Вот. Это тоже стандартное обозначение в аналитической теории чисел. Если s — это сигма плюс и t, то ρ — это бета плюс и гамма. Так вот. В общем, вещественная часть этой штуки — она вот такая. Поскольку β все время меньше равна единице, понятно ли, что β меньше равна единице? ρ — это наш ноль. Вещественная часть 1 поделить на x плюс y — это x поделить на x квадрат плюс y квадрат. Вот. Ровно это написано. В общем, β меньше равна единице. Это тоже такая общая тема, но это потому, что мы знаем, что L от s ки, значит, оно ограничено снизу некоторой константой. Давайте так. Нет, больше константы. Ну да, ограничено снизу некоторой константой при вещественной части s больше 1 плюс y. Вот. Константы — это, собственно, z от σ в минус первой степени. Вот. Хорошо. То есть нули — вообще это такая общая история, что есть вот такая область, где σ больше равна единице, здесь σ меньше равно нуля, здесь σ больше нуля, меньше единице. Вот тут нулей нет — это я только что доказал, ну, на самом деле, при большей единице, потому что есть разложение в произведении. Вот тут нулей нет, потому что есть функциональное уравнение — это мы не обсуждали. А вот тут все нули и живут, собственно говоря. Ну, нетривиальные нули. Это называется критическая полоса. Собственно, мы работаем в критической полосе. Хорошо. В общем, пусть у нас есть два нуля. Что тогда? У нас есть вот это неравенство. Каждый нуль в это неравенство вносит неотрицательный вклад, даже положительный. Это означает, что если вы все проигнорируете, кроме этих двух нулей, то все равно неравенство сохранится. Значит, кроме того, кто-то из них вносит больший вклад. Без ограничения общности пусть вклад ru1 меньше. Если вклад ru1 меньше, в смысле вот это слагаемое соответствующее для ru1 меньше, чем для ru2, то тогда можно написать два раза ru1, и неравенство только слабее станет. Тогда вот что. Тогда минус l' на l от сигма 0 х не больше, чем 10 логарифмов q минус две вещественных части 1 поделить на сигма 0 минус ru1. Две, потому что я два раза посчитал из-за того, что вклад меньше. Хорошо. Если у нас теперь получится какое-то неравенство в обратную сторону, то мы из него сможем что-то вывести. Но неравенство в обратную сторону оно такое. Это будет произведение по всем простым таких штук. 1 минус p в минус s в минус 1 на 1 плюс минус p в минус s в минус 1. Ну, еще иногда нули. Ну, ладно, нули. Нет, теперь не право. Или 1. Давайте так напишем. Вот. Ну, хорошо. Вот так, правда? Вот. Раз так, то, в общем, легко понять, что если вы от этого возьмете логарифм, то там все коэффициенты будут неотрицательные. Почему? Потому что, ну, если вы от этого возьмете логарифм, у вас множитель либо вот такой, либо вот такой. Сейчас, нет, прям совсем все неотрицательные, это тоже издевательство, да? А, нет, все правильно, все правильно. Либо вот такой. В общем, для каждого p будет либо такой множитель, либо такой, либо такой. Собственно, мы это разбирали, когда у нас была арифметика квадратичных полей. Но если взять логарифм от каждого из таких множителей, то у него будут неотрицательные коэффициенты. Что это значит? Это значит, что у логарифмической производной будут, наоборот, неположительные коэффициенты. Subs byarin. Ну, у логарифмы неотрицательные, у логарифмической производной неположительные, потому что там минус логарифма вылезают. Это означает, что неотрицательные коэффициенты дирехле. А, называется и дирехле. Дирехле, дирехле. Значит, то есть тут получается вот такое произведение. Если от этого взять логарифм, то получится ряд дирехлев с неотрицательными коэффициентами. Это означает, вся эта болтовня означает, что это больше равно дзета штрих над зета от сигма 0. Вот так. Потому что если вы перенесете теперь дзета штрих над зета в правую часть, у вас получится минус логарифмическая производная от произведения. Я только что объяснил, что у нее не положительные коэффициенты. У логарифмической производной. Значит, у минус логарифмической производной не отрицательные, а значит, значение в точке, где сходится ряд, должно быть не отрицательным. Вот. Дальше, что насчет дзеты? Ну, в общем, тоже упражнение. Дзета штрих над зета тоже не меньше, чем минус 1 поделить на сигма 0 минус 1 минус 1. Вот так. В общем, это соответствует тому, что у дзета функции в единице полюс порядка 1 с вычетом 1. Ну, в общем, это будет больше равно, чем, например, минус 21 логарифм в ку. Ну, прекрасно. Теперь давайте смотреть, что у нас получилось. У нас получилось следующее прекрасное соотношение. У нас получилось, что две вещественных части 1 поделить на сигма 0 минус ро 1 не больше, чем 31 логарифм в ку. Вот так. Что такое вот это? Ну, давайте поделим на 2 и еще там чуть-чуть пренебрежем, чтобы везде пока были целые числа. Здесь получится сигма 0 минус бета 1 поделить на модуль сигма 0 минус ро 1 в квадрате не больше, чем... Ну, ладно, давайте уже не будем. 15 с половиной логарифм в ку. Вот так получилось, правильно? Ну, что теперь? Сейчас. Теперь я должен про это что-то... Что-то разумное я должен про это сказать, да? Ну, смотрите. Если мы теперь умножим, у нас получится, что сигма 0 минус бета 1. Бета 1, значит, ро 1 это бета 1 плюс и гамма 1. В общем, сигма 0 минус бета 1 будет не больше, чем 15 с половиной логарифм ку на модуль сигма 0 минус ро 1 в квадрате. Правильно? Теперь, что из этого получится? Мы про наш 0 знаем, что он близко-близко к единице. Мы предположили это. Мы... Да-да-да. У нас тут оценки по итоговым группам. Где-то там мы как-то вот это справа вышали, мы где-то два раза занижали, мы за этим никак не следили. А вот теперь мы говорим, что пускай 2 нуля, да? Ну, то, что у нас 2 нуля, у нас появилось из-за того, что мы там у твоей есть сделали. Как это вообще... Смотрите, значит, у меня здесь произвол в выборе сигма 0 на самом деле. Я изначально выбрал сигма 0 таким, чтобы у меня все сошлось, но у меня тут произвол на самом деле. Если я сигма 0 близко-близко придвину к единице, то вот здесь будет, грубо говоря, сигма 0 минус 1, правильно? Если у меня сигма 0 близко-близко к единице и ру 1 близко-близко к единице, то у меня здесь получается, грубо говоря, 1 на сигма 0 минус 1. Вот. Смысл такой. Ну, а здесь, значит, здесь будет 2 раза сигма 0 минус 1, а здесь 1 раз сигма 0 минус 1. И вот эта штука, она будет меньше. То есть на идейном уровне происходит ровно это. Да, но тут такие глупые оценки, что... Ну, я не загрублял там, где вклад от нулей. Вклад от нулей я аккуратно контролировал. Всякие вот эти мелочи, что там где-то какие-то алгоритмы с коэффициентами, мне наплевать. Вот. А вот что коэффициенты, это важно. Что коэффициенты, это важно. Иначе ничего не сойдется вообще никогда не в жизнь. Вот. Хорошо. Сигма 0 минус 1 по модулю. Это что? Ну, это там не больше, чем модуль сигма 0 минус 1 плюс модуль 1 минус 0 1, правильно? Ну, вот это вот, это 1 поделить на 20 логарифмов, а это не больше, чем 1 поделить на 200 логарифмов, да? Почему? По предположению. Вот это это ровно 1 поделить на 20 логарифмов, а вот это это не больше, чем 1 поделить на 200 логарифмов. В общем, получается, что это не больше, чем 0.055 поделить на логарифм Q. Правильно? Что-то такое. Ну и здесь что получается? Здесь получается, что сигма 0 минус бета 1 не больше, чем 15,5 на 0.055 в квадрате поделить на логарифм Q. Правильно? Да. Так, давайте я на всякий случай посчитаю, что у меня получится, чтобы не обмануть вас. Это вдруг на самом деле это 200 нужно заменить на 1000. Понятно, что это будет не проблема, но тем не менее. 15,5 на 0.055 в квадрате. Во, это прекрасно. Вот эта штука, это будет примерно 0.0468 поделить на логарифм Q. Вот так будет. Хорошо. Почему это противоречие? Ну, сейчас вы видите. В общем, смотрите, это противоречие. Потому что, что из этого получается? Из этого получается, давайте я вот это возьму и распишу подробнее. Из этого получается, что 1 плюс 0.05 поделить на логарифм Q минус бета 1 меньше равно, чем 0.0, например, 4.7. Чем поделить на логарифм Q, правильно? Это означает, что бета 1 строго больше единицы. Сейчас, поможите. Где у вас тут 0.05 сейчас? 0.05 это 1 двадцатая. А, это 1 двадцатая. Получается вот такое. Значит, бета 1 строго больше единицы. Это противоречие. Что мы поняли? Мы поняли, что если 0 очень близко к единице есть, то он, во-первых, один, а во-вторых, он вещественный. Давайте еще попробуем прийти к последнему выводу, который объяснит, зачем я вообще все это делал. Какие нули, что я вообще хочу. Моя цель, напоминаю, доказать, что когда дискриминант стремится к минус бесконечности, число классов стремится к плюс бесконечности. Как доказать, что число классов стремится к плюс бесконечности? Ну, нужно доказать, что L-функция, она больше, чем 1 поделить на квадратный корень. Правильно? Вот это-то мы и сделаем. Ну, как бы уже не сегодня, уже на следующей неделе, к сожалению, но тем не менее. Что у нас получилось? Давайте теперь Lema 4. Lema 4 заключительная на сегодня и с которой начнется все в следующий раз. Lema 4 такая. Она тоже грубая, потому что на самом деле, ну, в общем, это все, чего я могу добиться просто халявным применением Lema Varelli-Corteadori. На самом деле здесь можно точнее. Если у L-эс-хи, это все то же самое у нас квадратичный характер, модуль Q и все такое, нет нулей бета с условием бета минус 1 не больше, чем 1 на 200 логарифмов Q. Сейчас. Вот теперь проблема. Мне нужно, чтобы там было 200 или нет? Какая беда. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас. Ну, хорошо, давайте, наверное, я напишу консервативно, что у нас там получится. Это мы увидим. То L1хи больше-больше, чем 1 поделить на логарифм Q в сотой степени. Вот так. Если бета есть, то выполнено следующее. L1хи поделить на 1 минус бета, это больше-больше, чем логарифм Q в минус сотой, и меньше-меньше, чем логарифм квадрат Q. Вот так. То есть суть в том, что если так случилось, что значение вашей функции в единице мелкое, вот совсем мелкое, менее чем логарифмически мелкое, то это означает, что у вас где-то есть неправильный вещественный ноль. Вот. То есть нули, они отвечают за мелкость вашего значения в единице. Ну, давайте доказывать. Давайте сначала докажем вот эту оценку, которая с логарифмом квадратом, потому что она самая легкая. L от 1хи минус L от бета хи будет равно 1 минус бета умножить на L' от сигма хи для какого-то сигма по теореме о промежуточном значении. Ну, а это меньше-меньше, согласно нашей теореме 1, 1 минус бета умножить на логарифм квадрат ку. Ну вот и все. У вас получилось, что вот это 0, а L1хи не больше, чем 1 минус бета поделить на логарифм, в смысле умножить на логарифм квадрат. Все получилось. Вот. Теперь в противоположную сторону. Как доказывать нижнюю оценку? Давайте разбираться. У нас, кстати говоря, получится лучше, чем 100. Вот. И заодно можно будет сформулировать, чем мы дальше будем делать с этим всем. Вот что. Давайте положим F от S равно L с хи, если бета не существует, и L с хи поделить на S минус бета иначе. Вот так. То есть, предположим, вот такое. То есть, в общем, L от S хи делить на 1 минус бета в степени кратности. В степени кратности, да. Справедливо. Ну, мы знаем, что кратность, она не может быть больше единицы, она либо 1, либо 0. Значит, 2 0. Хорошо. Рассмотрим теперь, опять-таки, G от S, равная логарифм F от S. Можем такое рассмотреть. Где мы это рассмотрим? Ну, вот такое соображение, например. При S минус сигма 0, равном 1 на логарифм Q. Сигма 0, я напоминаю, это 1 плюс 1 на 20 логарифм Q. При вот таком S модуль F от S, он, ну, скажем, по порядку не больше, чем логарифм квадрат Q. Это упражнение. Значит, ну, давайте, я не знаю, поясню, наверное. Если у вас нет бета, то это просто верхняя оценка на L, S, хи. Это несложно. Просто потому, что у вас S логарифмически близко к единице, получается. А если еще S минус бета добавляется, ну, у вас есть в знаменателе какая-то штука, которая хотя бы логарифмически далека от сигма 0. Вернее, от S. Вот. Ну, от сигма 0, собственно говоря, тоже. Ну и все. Хорошо. В общем, F от S меньше и меньше логарифм квадрат Q. Теперь что? Возьмем круг, в котором у нас нет нулей. Что мы знаем? G от S голоморфно при модуль S минус S0, вернее, S минус 1, извините, при S минус 1 меньше равным 1 поделить на 200 логарифм квадрат Q. Правильно? Почему? Почему? Ну, почему? Потому что мы единственный возможный ноль у F изничтожили, а дальше нулогарифм взяли. Да, да, да. Вот. G от S голоморфно. Ну, хорошо. Давайте теперь возьмем, возьмем R маленькое равным, R большое, извините, нам теперь нужно сделать круг с центром в сигма 0. Вот что я хочу. Возьмем круг с центром в сигма 0. R большое мне достаточно взять равным... Сейчас. Чему? Значит, а, ну, извините, и при вещественной части S больше единицы она уж точно голоморфная. Если мы возьмем кружочек с центром в сигма 0, который не очень далеко залезает за единичку, тогда у нас все получится. Правильно? У вас есть сигма 0, есть единичка и есть маленький отступ здесь. Если вы возьмете кружок, который не очень сильно залезает сюда, тогда у вас все получится. Правильно? Значит, что я хочу? Я хочу взять такой круг вокруг сигма 0, в котором же от S будет все равно голоморфно. Сейчас, наверное, может быть, не обязательно брать именно сигма 0. Да, давайте возьмем для простоты. Сигма 1 равная 1 плюс 1 поделить на... Не знаю... Сейчас, ну что? 1 поделить на 600 логарифмов Q, например, и R большое, равное... Ну, чего вам хватит? Я говорю, что тут очень просто. Дальше все сойдется просто. Что я сделаю? Я возьму круг с центром в... Да, в общем, еще раз. Что я хочу сделать? Я хочу применить для функции G, вот этой, которая логарифм F. Я хочу для нее применить теорему Пареля-Крата-Дори. Правильным образом. Так, так как мы знаем оценку на F от S, мы знаем оценку на вещественную часть... На вещественную часть G, то есть вещественная часть G от S, она не больше, чем 2 двойного логарифма Q плюс константа. Так? Да. Теперь... Сейчас, вот мне просто нужно правильно сказать, что мне нужно сделать. Ну, давайте я возьму Сигма-1, равное 1 плюс 1 на 400 логарифмов Q, и возьму R большое, это радиус вокруг этого Сигма-1. Ну, например, там, я не знаю, 1 поделить на 600 логарифмов Q. Это мне точно хватит. Тогда G от S голоморфно в S минус Сигма-1, непревосходящем R большого, правильно? Да. Вот. А, нет, 600 — это, наоборот, многовато. Я должен взять побольше, чем 600, правильно? Ну, это здесь. Нет, нет, оно единичку не задевает, я хочу задеть единичку. А, сейчас. Ну, вам нужно взять... Ну, 300, может быть. Ну, 300 пойдет? Да, 300 пойдет. Вот. Хорошо, значит, а если взять R маленькое, равным 1 поделить на 400 логарифмов Q, то тогда туда попадет единичка. То есть у вас будет два круга с центром в Сигма-1. Один побольше, другой поменьше. В круге побольше у вас верна соответствующая оценка для G от S. Это означает, что модуль G от единички не больше, чем 2R маленькое на R большое минус R маленькое умножить на 2 двойных логарифма Q плюс С. Правильно? Не, неправильно. Не G от единички, а G от единички минус G от Сигма-1. Вот. Вот так. Что такое 2R маленькое поделить на R большое минус R маленькое? Ну, R маленькое это там 1 четверть, R большое это 1 треть. Да, у вас написано 1 вторая поделить на 1 треть минус 1 четверть. Да, здесь получится 1 двенадцатая, получится 6. 12 двойных логарифмов. Получится, что модуль G от единички минус G от Сигма-1 не больше, чем 12 двойных логарифмов Q плюс новая константа С1. Вот. Этого мне хватит на самом деле. Теперь что еще? Ну, G от Сигма-1 это что? Это логарифм F от S. Ну, это означает, что модуль G от Сигма-1, он уж точно там тоже не больше, чем 2 двойных логарифма Q плюс еще одна константа. Да? Сейчас я покажу, что логарифм повторный будет. Повторный, потому что тут все еще логарифм, значение L в Сигма-1, оно логарифмически, то есть не более чем логарифмически мало, и здесь еще в знаменателе S минус бета. Вот. В общем, что получается? Получается, что модуль G от единички, он там не больше, чем 14 двойных логарифмов Q. Видите, можно было никакую сотню не писать, но писать что-то такое. Плюс C2. Ну и все. Потому что теперь это означает, что это модуль логарифма F от S. Это значит, что минус логарифм вещественной части, он тоже не очень велик. Это означает, в частности, что модуль L1х в одном случае, он будет больше и больше, чем 1 на логарифм Q в 14. А с другой стороны будет L1х поделить на 1 минус бета. Это будет все равно больше и больше логарифм Q в 14. Вот. А все эти числа, которые там 14, 100, которые у нас лезут, они все на самом деле не по делу. Там везде можно написать просто первую степень логарифма. Просто проблема в том, что мы мало что знаем пока что про Lsх как про функцию комплексной переменной, поэтому у нас получается всякая ерунда. Вот. Если тут все грамотно оптимизировать, чего я, скорее всего, в этом курсе делать не буду, потому что зачем. Вот. Может быть, там в каких-нибудь домашках выдам. То тогда получится все нормально. Да. Давайте здесь напишем, перестанем, значит, стыдобудок выписать, напишем здесь 14. В общем, 14 у меня получилось. В общем, какой вывод? Мораль этой лекции такова, что, во-первых, полезно смотреть на Lsх как на функцию комплексного переменной. Вы делаете прямо вот какой-то такой комплексный анализ. Именно с нулями, с какими-то такими штуками. Дальше что? Если значение L1х мелкое, это означает, что у Lsх где-то близко к единице есть вещественный ноль. На следующей лекции я собираюсь доказать, наконец-таки, теорему Зигеля. Давайте я ее сформулирую и на этом вас отпущу. Теорема, которую доказал Зигель. Для любого ε больше нуля существует константа c от ε больше нуля, такая, что L1х для квадратичного характера. Это хотя бы c от ε на q в степени минус ε. Вот так. Какое немедленное следствие теоремы Зигеля? Немедленное следствие такое, что когда d стремится к плюс бесконечности, число классов квадратичных форм дискриминанта минус d, d здесь должно быть фундаментальным дискриминантом, оно будет хотя бы некая константа, зависящая от ε, на d в степени 1 вторая минус ε. То есть число форм дискриминанта минус d, число классов форм, растет, грубо говоря, корневым образом. Трагическое обстоятельство этой теоремы состоит в том, что ее доказательство, что мы явно увидим, ни для какого ε большего, наоборот, меньшего, чем 1 вторая, не позволяет выписать эту константу. Никаким образом. Это принципиально неэффективный результат. Ну, на самом деле предполагается, что никаких нулей Зигеля нет, потому что нули Зигеля — это такое сильно противоречащее обобщенной гипотезе Риммана утверждение. И, в общем, предполагается, что на самом деле здесь можно написать не c от ε, q в степени минус ε, а просто c поделить на логарифм q. Вот, но это верно только если гипотеза Римма, наверное. Вот, все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok